Самолет по неустановленным причинам потерпел аварию в районе населенного пункта Бутовск. Об этом говорится в заявлении пограничного управления ФСБ в Брянской области. Бутовск находится в 30 километрах от границы с Украиной. В то же время российские телеграм-каналы публикуют фото якобы сбитого из стрелкового оружия украинского легкомоторного самолета Аэропракт А-32, так он называется. Государственной пограничной службе Украины сообщили изданию РБК Украина, что пока не имеют информацию о подобных инцидентах. Но тем временем телеграм-канал Мэш опубликовал фото летчика, которого задержали в Брянской области после аварийной посадки украинского легкомоторного самолета. Задержанным оказался гражданский пилот Александр Морозов, который создал под Харьковом собственный аэродром малой авиации, пишет издание агентства. Пограничники изъяли у пилота бронежилет и автомат АК-74. К предварительным данным, мужчина пытался убежать от сотрудников ФСБ, но был задержан. И по данным государственных СМИ, самолет удалось сбить из стрелкового оружия. Из-за повреждений пилоту пришлось садиться в поле. База публикует кадры допроса пилота самолета, который упал в Брянской области. Так, цель прибытия или залета сюда? Дача была такая. Лететь на малой высоте за ведущим. И по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет. Знал, что летишь на территорию Российской Федерации? Было сказано, что мы летим на юг по маршруту. Ну, в сторону, скажем, из Киевской области, на юг. Ну, в сторону там. Вместо взлета? Вместо взлета привезли меня на площадку авиахимработ, старая площадка. Это населенный пункт? На площадке было пионер лагерь отмечено. Потом планшет выключился, и я летел в заведующий. Населенный пункт какой там? Вы забежали? Не знаю. Сколько обещали денег? 50 тысяч гривен. К нам присоединяется Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Иван, добрый вечер. Да, здравствуйте, приветствую вас. Ну, вот новости об этом упавшем самолете начали приходить буквально за несколько минут до нашего эфира. Понятно, что вот такие подробности только по горячим следам. Мы слышим, что пилот, которого уже допрашиваете, кто его задержали, говорит, что он якобы думал, что вообще летит на территорию Украины, и ему за деньги поручили фотографировать территорию. Ну, вот как-то он оказался в Брянской области. Есть ли у вас предположения, что это мог быть за такой рейд, налет, или я не знаю, как это правильно назвать? Так, давайте я попробую быть объективным. Давайте начнем с того, что пока мы не знаем всей полнотной информации, мы оперируем, вернее, оперируем только фотографиями, самолет, какой-то видеодопроса и дальше предположения. Лично, по моему глубокому убеждению, ну, пока это выглядит как постановка, я поясню, почему так, чтобы меня не обвиняли в предубедительности. Во-первых, человек не может пояснить, откуда он взлетел. Если это пилот, он знает, откуда он взлетал, с какой точки на карте. Если он говорит, что «я летел на юг», ну, достаточно просто взглянуть на карту Украины, на Киевскую область, лететь на юг, то он точно не полетит в Брянскую область, вот в этот регион. Он должен лететь на восток, получается. То есть у человека чёткие проблемы с координацией со сторонами света, он не может их определить. Как пилот не может сказать, куда он летит. У него есть какие-то элементарные приборы, какой-то элементарный космос. Ой, господи, прошу прощения. Компас, он знает, куда лететь, в какую сторону. Там было первоначально сказано, для сброса бомбы. Вопрос, зачем отправлять вот этот самолёт для сброса бомбы? В том, эта версия вроде как отпала, нету никаких прицепных приспособлений для того, чтобы сбрасывать бомбу с такого большого объекта. Затем, зачем, если он летит на разведывательные мероприятия, зачем ему автомат, зачем ему бронежилет? Ну, что, будет выполнять какое-то диверсионное задание? Ну, то есть масса-масса вещей, которые как бы между собой не особо, мягко говоря, стыкуются. Может быть, позже появятся какие-то подробности, да, которые свяжут эти детали. Но вот сейчас известно о том, что вот якобы этот Александр Морозов, как зовут человека на фотографии, на видео, создал свой собственный какой-то, да, аэродром малой авиации. И вот, да, опять же он говорит в этих так называемых показаниях, за деньги почему-то полетел именно в сторону Брянской области. Давайте тогда попробуем поговорить о том, собственно, самолете, который упал, называется Аэропракт А-32, да, что о нем известно вообще, что это за летательный аппарат? Ну, это какой-то маленький совсем самолетик, я не скажу, там, модификацию его, тем более, вы уже назвали. Но это, если он даже, предположить, попытались использовать в разведывательных целях, вопрос, а где тогда оборудование для проведения разведки, какой-то там фото, видеоаппаратура, чтобы можно было фотографировать, снимать, то есть получается, что просто пролетал, просто посмотреть что-то и вот упал, ну, слушайте, много-много чего непонятного, много не складывается пока. Вот меня самое главное напалкивает на сомнение, что человек не может сказать, откуда он взлетел. То есть ему дали деньги, не сказали, откуда он взлетает, ну, как пилот, ну, это как ты на автомобиль садишься, в автомобиль, ты откуда-то выезжаешь. Вот я выехал из такой-то точки, из гаража, вот поехал в ту сторону, дальше, не знаю, заведомил. Здесь он не знает, откуда взлетел 50 тысяч гривен. Слушайте, это зарплата, чтобы вы понимали, нашего, это средняя зарплата, нет, это хорошая зарплата в Украине, она где-то, это приблизительно эквивалент полутора тысячам, нет, ну, 1200 долларов, то есть, ну, так, неплохая зарплата, согласитесь, только за такой разовый полет, как-то не особо клеится. Вот тоже хочу с вами поделиться подробностями, которые приходят о том самом Александре Морозове, издание агентства пишет о том, что с начала войны на Донбассе в 2014 году он начал вывозить самолетами раненых украинских военных и доставлять их в больницы. В 2015 занялся гражданско-санитарной авиацией, эвакуировал гражданских из отдаленных районов Харьковской области и опасных зон. Об этом вот писала одна из харьковских СМИ. И вот на базе аэродрома, который он сделал, работает гражданский воздушный патруль, такое объединение волонтеров, его пилоты тоже якобы участвуют в боевых действиях. Ну, как бы начинает потихоньку складываться картина о том, что это может быть за человек. Я так понимаю, в украинских СМИ его имя тоже фигурировало. По крайней мере, мы видим, что это не какой-то выдумный персонаж, непонятно откуда взявшийся. Как вам кажется, могли ли сбить этот самолет из стрелкового оружия, как это говорят в России, если действительно это произошло? Ну, смотрите, пока не показали нам фотографии со следами попадания у стрелкового оружия. Как правило, должны были сразу сфотографировать и показать. Вот смотрите, вот здесь, 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 мы его сбили, вот он там загорелся. Самолет, судя по всему, ну не судя по всему, он очень маленький. Если бы в него стреляли стрелковое оружие, то очень велика вероятность, что пилот тоже получил повреждения. Самолет, смотрите, он приземлился, он не упал, он стоит на своих трех. И вот, да, вы показываете фотографию, пока вот не видно, вот честно, я не вижу следов пулевых, отверстий, если честно. Мы видим повреждения, да, просто, ну или, по крайней мере, краска, стерка, да. Да, он упал, ударился о землю. То есть, смотрите, в стекле нет повреждений пулевых. То есть масса-масса вопросов, пока, ну, много таких противоречивых данных. И вот самое главное, еще раз, в третий раз скажу, ну, человек не знает, откуда он взлетел, с какой целью. Зачем им автомат, если просто лететь на «посмотреть» называется, да, там, поглазеть на территорию или проверить систему ПВО. Зачем бронежилет, зачем автомат? Почему нет разгрузочного жилета? Почему лежат вот эти магазины, отдельно лежат? Почему нету радиостанций? Если уж что-то делают, должна быть радиостанция, какие-то отметки, хотя бы лента вот эта наша, желтая или зеленая, хоть что-нибудь. Ну, как-то пока это все вот очень неубедительно. А были ли такие раньше вообще случаи, да, легкомоторный самолет пытается прилететь через границу, да, и вот так оказывается... Ну, это уже мы совсем далеко в историю заглянули. Да, ну, смотрите, смотрите, сейчас, давайте так, система, даже так, использование дронов очень-очень активно сейчас в этой войне. Дронов в Украине очень много, много разных, маленьких, средних, больших, начиная от мавиков маленьких, заканчивая байрактарами. Ну, хорошо, окей, байрактары практически все сбили, что-то там пооставалось, но зачем использовать для каких-то целей человека в самолете? Цель эта очень заметная, когда, например, для разведки можно использовать маленький совсем дрон, который не заметен, он с хорошей оптикой, если он оснащен еще каким-то приборами ночного видения, тепловизором, то это вообще идеальное средство наблюдения. Зачем использовать этот самолет, который не оснащен никакими средствами технической разведки? То есть представьте себе, да, полетел человек, возвращается, его спрашивают, что ты видел? Ну, вот что-то видел, землю видел, дома видел, людей видел, стреляли по мне, а еще что-то, в принципе, все. Для этих целей можно использовать маленький беспилотник и будет более чем достаточно. Да, вот в нашем эфире, кстати, когда только пришла эта новость, политолог Владимир Фисенко, который к нам тогда присоединялся, мы обсуждали визиты Зеленского в Польшу, но я его тоже спросила о его каких-то первых предположениях, версиях, что это вообще могло быть. Он сказал, что, ну, понятно, что в Украине сейчас много людей, которые, понятно, как относятся к России, и это могла быть какая-то частная инициатива, да, вот сам человек решил вот так вот полететь, не знаю уж с какой целью, попытаться пересечь границу. Что известно о вот этих гражданском воздушном патруле? Насколько он был известен? Слышали ли вы что-то об этом, о таких волонтерских объединениях пилотов, которые тоже помогают и военным, судя по тому, что пишут СМИ? Ну, у нас, смотрите, у нас сейчас небо закрыто, у нас ничего не летает, кроме военной авиации. Как она летает, в каком режиме, никто не знает, но это военная тайна, так и остается. Я сомневаюсь, что наши военные привлекали для каких-то целей гражданского человека, когда у военных полный арсенал сил и средств, чтобы провести какие-то мероприятия. Я еще раз говорю, у нас масса дронов, собственно, производства, купленных в Китае, купленных в Европе, купленных в США, какие-то рыболовные дроны. Да, хоть и рыболовный дрон для рыбалки, но он имеет хорошую оптику, долго висит в воздухе и нет необходимости отправлять его на такие вот ценительные задания, когда вот этот объект, который посадили, он очень большой. Его на радаре системы противовоздушной обороны очень-очень хорошо видно, с земли очень хорошо видно, когда он летит, он жужжит, он яркого цвета. То есть, еще раз, у меня непонимание, зачем, с какой целью вообще был использован этот самолет. Даже если смотреть с точки зрения Украины, зачем его отправлять на территорию СССР, чтобы просто поглазеть, посмотреть, покружить и вернуться обратно. Да, будем ждать ответов на эти вопросы. Я вас благодарю. Это был Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.